Казахстан В четвертых Казахстан это первая страна в мире Организовавшая съезд мировых религий В пятых В Казахстане прошла всемирная вызовка Экспо и таких примеров сотни Республика стремительно растет Она независима и уважаема Другими государствами Мы открыто смотрим в будущее Каждый из нас может гордиться Достижениями наших предшественников Я тоже хочу, чтобы нами гордились Для этого мы должны сначала Окончить школу и выбрать профессию Но мы должны выбрать именно ту профессию Которая будет приносить пользу Нашему государству Именно ту профессию, которая будет Помогать Казахстану достигать вершин Моя мама работает учителем в школе А давайте спросим у нее Каким она видит образование Казахстана В будущем Здравствуйте Я за этого кавлога Жумапаевна Учитель истории средней школы Имени Акына Мукагарима Катай Всем известно, что система образования Не стоит на месте Наша школа находится в поселке Но, несмотря на это, мы стараемся идти В ногу с требованием времени Сегодня мне хотелось бы предложить Несколько идей по развитию образования Именно в сельской местности На сегодняшний день В рамках программы по информатизации Создано много цифровых образовательных ресурсов Однако не все эти достижения Доступны для учителей и учеников сельских школ Чтобы их использовать Необходим широкополосный интернет Эта необходимость продиктована Современными реформами в образовании Без интернета и специального Мультимедийного оборудования Разрыв в уровне учащихся Городских и сельских школ Будет только увеличиваться Для развития творческих способностей Учащихся предлагаю особое внимание Уделять дополнительному образованию Так в школах села Можно организовать спортивные И концертные залы С необходимым современным оборудованием Конференц-залы С хорошей шумоизоляцией Для тех учеников, кто выбирает иностранные языки Можно будет приглашать носителей языка Это отличная практика для ребят Для изучения естественных наук Нужно будет оборудовать Профессиональные лаборатории Ребята будут вовлечены В исследовательские проекты И творческие занятия Чтобы научиться изобретать Понимать и осваивать новое Выражать собственные мысли Принимать решения И помогать друг другу Также в расписании школы Можно будет включить больше экскурсий И путешествий Помимо этого В школах можно было бы Организовать виртуальные кабинеты В заключении хотелось бы сказать Что Казахстану на сегодняшний день Необходимы талантливые, умные, профессиональные молодые люди Это выпускники школ Значит школа должна стать также современной И это касается не только обеспечения школы необходимым оборудованием Но и ее обеспечения талантливыми и профессиональными специалистами Ведь именно они развивают и школу, и ребенка в школе Мой папа работает в медицинском колледже Что же он нам предложит интересного для развития медицины в Казахстане Здравствуйте Я Зайдов Гришат Теохонович Работаю в Шелекском медицинском колледже Преподаватель социально-экономических дисциплин Хочу с вами поделиться с некоторыми идеями По развитию отечественной медицины Всем известно Что медицина продвинулась очень далеко В решении самых разных проблем Связанных со здоровьем человека Но увы, не решила их все До сих пор не покорен рак Неизвестные ранние вирусы возникают с завидной регулярностью Антибиотики теряют свою силу Новые привычки и образ жизни приносят новые болезни Здравоохранение должно выйти за порог поликлиник и больниц Личные онлайн-врачи существуют и сегодня Но в течение ближайших десятилетий Именно они должны доминировать в профессиональной среде Работа врача будет схожа с работой персонального тренера Уверенно можно сказать, что медицина будущего Это информационная медицина Ориентированная на раннюю профилактику болезней Мои родители трудятся на благо нашей страны Я и мои ровесники будем делать то же самое Чтобы превратить Казахстан в самую процветающую страну Я верю, что я смогу поднять Казахстан на новый уровень И так должны думать все Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...